Общее сведение. Межпозвоночная грыжа поясничного отдела выступает серьезным осложнением остеохондроза позвоночника. Ее формирование может быть обусловлено как пониженной двигательной активностью, так и чрезмерными нагрузками на позвоночный столб. Наиболее часто грыжа локализуется в дисках, расположенных между последними двумя поясничными позвонками L4 и L5 или между последним поясничным позвонком L5 и первым крестцовым S1. В отдельных случаях наблюдается поражение дисков между третьим и четвертыми поясничными позвонками L3 и L4, крайне редко, в верхних дисках поясничного отдела. Заболеванию подвержены люди в возрастной категории 30-50 лет, чаще мужчины. Межпозвоночная грыжа поясничного отдела может манифестировать яркой клинической картиной на ранних стадиях, а может иметь длительное субклиническое оттечение вплоть до развития осложнений. Распространенность, трудоспособный возраст пациентов, вероятность инвалидизирующих осложнений ставят поясничную грыжу в ряд актуальных проблем современной вертебрологии, неврологии и ортопедии. Межпозвоночная грыжа поясничного отдела причины грыжа поясничного отдела позвоночника. Межпозвоночная грыжа поясничного отдела формируется вследствие происходящих в межпозвонковом диске дегенеративных изменений причиной, которых являются локальные дисметаболические нарушения. Расстройство трофики диска сопровождается понижением его гидрофильности и эластичности. В таких условиях травма или неадекватная нагрузка на позвоночник приводят к образованию трещин или надрывов межпозвонкового диска. В результате чего он выпячивается за пределы тел позвонков, между которыми находится. Образуется протрузия диска. Дальнейшее развитие заболевания приводит к разрыву фиброзного кольца диска с выпадением пульпозного ядра. Формируется экструзия диска. Зачастую она становится причиной таких осложнений поясничной грыжи, как компрессия спинномозгового корешка и сдавление спинного мозга. В первом случае развивается корешковый синдром радикулит, во втором – компрессионная миелопатия. Среди причин нарушения трофики межпозвонкового диска наиболее распространенными являются недостаточная двигательная активность и неправильная распределение нагрузки на позвоночный столб. Последнее может быть обусловлено аномалиями развития позвоночника, приобретенным искривлением позвоночника, чрезмерным поясничным, лордозом, сколиозом, статической или динамической нагрузкой в неудобной позе, подъемом тяжести, перекосом таза, например, вследствие дисплазита забедренного сустава, ожирением. К основным и теофакторам поясничной грыжи относят также перенесенные травмы позвоночника, перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб позвоночника, подвывих позвонка, дисметаболические процессы в организме, различные заболевания позвоночника, болезнь, бехтеревые и другие спондилоартриты, спондилоартроз, болезнь, кальвит, туберкулез позвоночника и ДР. Закрывающая круглая скобка-точка Симптомы грыжи поясничного отдела позвоночника В своем клиническом развитии межпозвоночная грыжа поясничного отдела обычно проходит несколько стадий. Однако у ряда пациентов отмечается длительное латентное течение, и манифестация грыжи происходит только на стадии возникновения осложнений. Основными клиническими синдромами выступают болевой и позвоночный. Болевой синдром в начале заболевания имеет непостоянный характер. Возникает преимущественно при физической нагрузке на поясницу, наклоны, подъем тяжести, работа в позе наклона, длительное сидение или стояние, резкое движение. Боль локализуется в пояснице, люмбалгия имеет тупой характер, постепенно исчезает в удобном горизонтальном положении. Со временем интенсивность болевого синдрома нарастает, люмбалгия становится постоянной иноющей, разгрузка позвоночника в горизонтальном положении приносит пациентам лишь частичное облегчение. Присоединяется позвоночный синдром, возникает ограничение двигательной активности. Позвоночный синдром обусловлен рефлекторными мышечно-тоническими изменениями, возникающими в ответ на хроническую болевую импульсацию. Паравертибральные мышцы приходят в состояние постоянного тонического сокращения, что еще более усугубляет болевой синдром. Мышечный гипертонус, как правило, выражен неравномерно, вследствие чего происходит перекос туловища, создающий условия для развития сколиоза. Уменьшается объем движений в поясничном отделе позвоночника. Пациенты не способны до конца разогнуть спину, наклониться, поднять ногу. Наблюдается затруднение при ходьбе при необходимости встать из положения сидя или сесть. Осложнение корешковый синдром радикулопатия манифестирует, когда миш-позвоночная грыжа поясничного отдела увеличивается настолько, что начинает соприкасаться со спинномозговым корешком. В начале происходит раздражение корешка, что проявляется трансформацией болевого синдрома из люмбологии в люмбоэшиологию и появлением сенсорных нарушений по типу парэстезии, ощущения покалывания и ползания мурашек. Боль становиться стреляющей, распространяется от поясницы в агодицу и ниже по ноге со стороны вовлеченного в патологический процесс корешка. Пациенты характеризуют болевой синдром как прострел, возникающий при движениях в пояснице и ходьбе. Наиболее благоприятной позой, облегчающей боль, становиться сгибание больной ноги в положении лежа на здоровой стороне. По мере увеличения поясничная грыжа начинает сдавливать спинальный корешок, приводя к появлению прогрессирования и симптомам выпадения. Наряду с парэстезиями в ноге пораженной стороны отмечается онемение и понижение чувствительности. Возникает слабость и гипотония мышц ноги, вследствие чего пациент не может подняться на носки, присесть, поднять ногу на ступеньку. Пораженная нога истончается, возникает сухость кожи или гипергидроз, трофические расстройства, особенно выраженные на стопе. Дискогенная миелопатия наблюдается, когда поясничная грыжа начинает сдавливать вещество спинного мозга. В начале ее симптомы затрагивают только пораженную сторону, но в последующем могут приобретать двусторонний характер. Болевой синдром теряет свою интенсивность. На первый план выходит моторный и сенсорный неврологический дефицит. Развивается периферический вялый порез нижней конечности с выпадением сухожильных рефлексов. Присоединяются тазовые расстройства. В следствии сенсорных нарушений наблюдается сенситивная атаксия. Диагностика грыжи поясничного отдела позвоночника. Заподозрить образование поясничной грыжи в начальных стадиях затруднительно, поскольку ее клиническая картина сходна с симптомами. Неосложнена вастая хондроза и дебютом других патологических процессов поясничного спонделиза, поясничного спондела, артроза, люмболизации, сакрализации и пер. Закрывающая круглая скобка. Сами пациенты зачастую обращаются к неврологу, ортопеду или вертибрологу только на стадии корешкового синдрома. МРТ поясничного отдела позвоночника. Грыжа межпозвонкового диска в сегменте L5S1 вольт. Случаи поясничной грыжи рентгенография позвоночника имеет лишь вспомогательное значение, поскольку не позволяет увидеть мягкотканное образование. Она может выявить признаки астеохондроза, уменьшение межпозвонкового расстояния, наличие деформации позвоночника. Визуализировать поясничную грыжу можно при помощи КАТ или МРТ позвоночника. Томография также позволяет определить наличие и степень спинальной компрессии, что имеет основополагающее значение для выбора лечебной тактики. МРТ поясничного отдела позвоночника. На уровне L5S1 большая медианная грыжа межпозвонкового диска.